И вновь доброго и нужного времени суток, дорогие друзья, мы действительно готовы максимально качественно комментировать игру Матрёшки против Интербэр. Такое, знаете, типичное, я бы даже сказал, стереотипичное противостояние русских команд, да? Матрёшки, вот ещё вот балалайка там нужна команда, и вот что-нибудь в этом духе будет нормально. Ну а микрохонов, как всегда, Гроломон и Елчки, так что, друзья, запасайтесь чем-нибудь вкусненьким, будем смотреть игру с максимально заряженным настроением. Потому что, ну, знаешь, у меня есть вопросы некоторые к пику Матрёшки, да? Да, нужно ещё самовар поставить. Да, ну и другие атрибуты, знаешь. Самовар, ватрушка, что ещё, творог? Ну это... Творог не подходит? Как-то уже не в ту степень, немножечко. Ну ладно. Ну. Так вот, кто тебе больше нравится по драфту? Я бы отдал предпочтение медведям. Объясню, почему. В аналитике уже сказали про этого вивера, и как будто бы, ну, я не очень понимаю, зачем этот виверчь творога нужна в принципе. При этом, успел ли это своя сигнатурка? Так это точно четвёрка? Ну да, мне кажется. Или это тройка? Мне кажется, это больше тройка. Ну, узнаем по игре в любом случае. Да, я чё-то забыл посмотреть, кто на ком играет. Ну, да, это тройка. То есть ты уверен в том, что человек с ним с ним СПВ Бизнес Луман? Мне кажется, да. Мне саппорт. Мне кажется... Не, он саппорт, саппорт, да. Хорошо. Ну это серьёзная женщина. Да, согласен. Согласен. В данном случае она точно женщина играет. Ну, посмотрим. Интересно, как в принципе Винтербер отыграет эту серию. Потому что, по крайней мере, по драфту я тоже согласен, что мне больше нравится. Ну и как будто бы сейчас играют две команды фаворитов. Круповой стади так точно. Их выделяет цель, что они должны забирать первое, второе, третье место в какой-то пропорции. Так или иначе. Так что будет очень интересно наблюдать за противостоянием команд в том числе. Вот в чём именно задумка Вивера на тройку? Ну или на четвёрку, не знаю. Сейчас узнаем. Ну, то есть, они же его не взяли в первой стадии, да? Это не было флексом, да. Это просто был, ну, Вивер. Это прям вот их заготовка какая-то. Так, ну это тройка, ну он же топор. А, или он топор взял против Трента. Ладно, сейчас мы узнаем. Сейчас кто первый ударит крипа, ну, видимо, Винга будет фармить. Да, да. Всё-таки, ну, бизнесом занимаются серьёзные люди. Ну, если так, то это получше звучит. Хотя против Трента и ТБ, ну, линия не самая лучшая. Потому что два таких физ-кора ТБ это, в принципе, уважают. Я согласен, согласен. Армора очень много. Плюс Трент тоже может взять даже Ливен Армор, хотя вряд ли. Но под семечком они будут спокойно стоять эту линию. Вот довольно интересный момент, мне кажется, который стоит обсудить нам с тобой ещё дополнительно. Почему вообще был пикнут Саладар на первый пик? Закрыть с пик-тру. Ну, то есть, да, был Бристлбэк. Видимо, они решили... При этом, но Бристлбэка проигнорировали, в принципе, ведь, да? Да, ну, видимо, это одна из закрывашек Спирита. То есть, вот он считает, что Саладар намного лучше будет заходить, чем Бристлбэк. Ну, в принципе, можно с этим согласиться, потому что на линии ты точно побеждаешь. А потом тебя этот Бристлбэк... Ну, тебе тяжелее будет ловить, наверное, по игре. Короче говоря, да... Ну, короче, они хотят активную, видимо, тройку, и не хочется фарм героя брать на троечку. Видимо, арк именно лейтовых таких персонажей любит, как мы видим, тут Террор Блейд. Ну, в прошлой серии он играл на Луне две катки, если мне память не изменяет. Да, да. То есть, это, видимо, их просто плейстайл, и они вот хотят играть именно так. Пока что мы видим и мид выигрывается. Ну, хотя, ладно, они наравне стоят, но по ресурсам, по-моему, инвокерса лучше. Там есть столько ощущения, что нетервал немножечко переагрестировал и получил парочку лишних хитов, ну, товархитов. Угу. Так что... А тем временем Слардар, кстати, действительно выигрывает линию. То есть, не зря он был пикнут прям сразу же после спектры. Там практически даже они не думали. Угу. Там буквально 10 секунд прошло, и сразу Слардар появился. Ну, тут еще и линия такая, что... Пугна, она, конечно, может там хоть что-то сделать, но ей приходится стоять сзади, как мы видим, сейчас просто нападает по спектру, и ничего не может сделать Дарк. Перглад, может быть, хотя Феррик пока что живет, тычкает, все-таки наполит спирит, забирает, Перглад. Ну, вряд ли, вряд ли. Да, то есть пулить пока что не может Дарк, потому что заблочено было. И, соответственно, еще и Лотусы забирает Винтербэр. Получается топ выигран уже. Ну, да и вниз смотрю, вроде как не страдает Террор Блейд. То есть... Мягко говоря, знаю. Мне кажется, он пока что как сыр в масле катается. Да, бизнес-вумен, конечно, тоже делает деньги, но пока что не так активно, как Террор Блейд. Ну, потихоньку еще и поддавить можно вот так вот за счет тренд протектора. Медоморфоза, граната, замедления. Мне кажется, бизнес не пошел, как будто бы закрыли. Нет, все-таки... Малочку. Еще не банкрот. Да. Тычка последняя, нет. Вытянула. Вытянула. Да, да, да. За счет инвестиций и приходится уходить на базу. Закупила, докупила. Да, деньги наоборот. Как бы... Оборотный кредит взяла. Сейчас будет продавать. Экономически развитая студия комментаторов у нас здесь. Тем временем Дарк погибает в топе. Очередной фраг для Спирита. У Слардара пока что все тоже здорово. Ну, у Слардара все просто шикарно. Да. То есть в два раза больше крипов, еще и фраги делает постоянно. Вопрос. Значит, берем ли мы Медас на Слардаре в такой ситуации? Не. По-моему, проще сыграть через Мом. Просто какой-нибудь ПТ Мом, Даггер и все. А ты не думаешь насчет Сабли, например, вместо Мома? Ну, как бы кто как любит. Но в основном я видел Мом. Конечно, можно сыграть там более... Не то чтобы сейвов, а более так надежно что ли, да? Медас там взять. Но ты темп замедлишь для своей команды. Я думаю, что здесь эти герои хотят драться. Особенно... Ну, окей, окей. Вариант. Да, вот ты просто своего инвокера в итоге замедлишь, потому что непонятно что делать. А на бизнес-фоман-то нападают просто с руки вот так вот даже без метаморфозы. Мне кажется, с такими средствами нужно... Прогорело. Прогорело все-таки. Так вот, вот тоже странно, что они взяли вивера, да, и не взяли, например, какую-нибудь милишнюю тогда тройку. Ну, то есть кентавр там, какой-то в пуле был, кто еще. Ну, в общем, можно было найти варианты, они вот именно в Вингу сыграли. Ну, ладно. Как думаешь, используют ли бизнес-фоман такие там обороты речевые, как там метнуться кабанчиком, что в этом духе? Возможно. Ну, кашлять вопросики. Ну, это такая, знаешь, дама возрасте уже. Бальзаковского, да? Да, да, да. Ну, хотя, судя по нику, примерно так и кажется. Вивер приходит на Рейна, есть Сайленс, есть Проказ. Ну, вы просто врага урона, да. Надо успел, например, это подкинуть, но, увы. Почти, да, мог выжить. И сейчас еще руны появятся, можно принести себе опс, чтобы всегда видеть, где находится активная руна. И можно еще дальше с Дримкоилом куда-нибудь убежать, если выпадет какая-нибудь хаста или инвиз. Вообще приятно. Сейчас должен, по-моему, наверное, гангстоп делать, потому что там сам уязвимая, наверное, точка. А спирит, ну, не на фоу ресурса. Ну, не сказал бы, не сказал бы. Ему могут, как бы, и надавать, если еще прилетит какой-нибудь тренд. Ну, так и руна оказывается снизу вообще. Так что, может быть, и на нижнюю линию будет делать итак, но там иллюзия. Ну, да, не суперактивная. Ну, можно с другой стороны сбросить какую-нибудь метку с Лордара. Дарк вот так вот пробегает. Они реально как будто бы, ну... Не трогаем друг друга. Я саппорт, ты саппорт. Давай, ну, договоримся. Да, жизнь у нас тяжелая. Давай просто пойдем. Ну, поставишь ты своего артесу. Ну, хорошо. Я вот ползнял. Да я тоже поставлю, да. Мы разошлись. Но, тем не менее, пока что на Воя нападают. Проблематично уже. Это еще до метки. Паг делает ТП сюда. Приходит также Шишар. Да, но отменил ТПшку. У меня дежавю, знаешь, такое сильное. Да-да-да, я как будто из предыдущих Хейз ТПшится. Но Хейз уже на второй ТП как бы реализовал свой Дримкоил. Тут борьба за руну Мудрости. В итоге два саппорта дерутся, но приходит СПБ Бизнес Вун. Получается, как говоря, очень много урона от Арка. В итоге на руну всем как будто бы индифферентно. Забирает 1-1 и умрет Вивер, по идее, да? Умрет, умрет, умрет. Ну, долго Энвис Кулдаунице. Арк должен забирать. Тычка. Ну, увесистая такая. Несмотря на то, что веточку посадил. Жалко, что еще руну Мудрости не получилось забрать. Потому что... Ну, Тренд не захотел умирать, да. Но мог в теории... Ну, считай, теоретически, как бы ты все равно в плюсе. Потому что, да, руна Мудрости 1-1, но при этом сделать два фрага, как будто бы жаловаться вообще ни на что. Да вообще, линия как бы... Непонятно. Вот что теперь делать на тройке Винге, да? Ты против Террорблейда ничего не сделаешь. Сто процентов. То есть тебе нужно ждать пака. То есть либо... Вот сейчас было бы ТП, да? Вот пак бы зарешал. Можно было там... А, ну, хотел сказать, свапнуть, но свапа-то еще нету. Да, тяжело. Ну, ладно. Зато по игре можно будет это делать. Как-то реализовывать Dreamcoil Swap моментально. Часла приходит наверх. Возможно, готовится атака на спектру. По стаке действительно башни. Скажите, спирит. А никто не защищает ее. Даже ТПшца никто не собирается. Хотя вот пугна летит, но вряд ли это поможет. Да, тонна урона. Пугна тоже можно было, мне кажется, цеплять. Вполне себе спокойно, но они не решились. А, нечем просто уже закончились какие-то цепляющие СПЛ. Ну и вот ты бегаешь на этом вивере, и тебе непонятно, где вообще находиться. То есть низ ты не можешь стоять. И на ТОП уже опоздал, как бы. Получается, надежда на эти нормалы? Да. Можно сейчас ждать еще ультимейта спектры, и уже как бы с ними комбинировать. Но это единственный из вариантов. Но есть ощущение, что нужен плюс один герой в любом случае. То есть, где бы ты ни напал, тебе нужно, чтобы прилетело спектра, и там у тебя было еще два героя, чтобы его втроем атаку делали. Таким вот образом. Разве что. Мне интересно, кстати, что не вивера на тройку поставили, а именно венгу. Мне кажется, вивер именно по фарм-потенциалу имеет больше возможностей, чем венга. Ну, maybe, ну... По крайней мере, знаешь, вот если до этого у вас был план венга плюс вивер, да, стоять линия, но после террор-блейда можно было этот план изменить. Ну, то есть все-таки на вивере было бы интересно. То есть стоять не венга плюс вивер, а вивер плюс венга. Да, да, все верно. Ну, это хотя бы... Елисей, знакомы ли ты со знами математики? Ну, в данном случае это бы сработало. Ну, то есть в этом случае от перестановки слагаемых, думаешь, судьба изменилась? Ну, он бы сейчас мог стоять спокойно, да, венга не может так выйти активно, как вивер, а на вивера нужно много ресурсов тратить. А вот вивер бегает, и как бы тоже ничего не может принести пользы пока что. Ну, ладно. Да, задача. Задача. Уже 3000 преимущества, да. Арку пока что ничего не сделать. В принципе, три героя, хотел сказать, в топе по Нетворцу, но пока что Рейн просел. Но здесь он нападает на пугну. Будет ли какая-то еще дополнительная помощь? Ну, пока что только тренд подтягивается. Да, здесь же и арк. Как будто вообще не получается убить. Получится ли последние тычки, и да, забирают у нас своим пугну. Мне кажется, можно было свапать вполне себе, но вот в итоге сейчас свап происходит. Есть ультимейт ВООД, приходится так же Нейтю Нервал. Есть ультимейт ВООД, приходится так же Нейтю Нервал. Есть ультимейт ВООД, по троим, кстати. Уэргроус, в принципе, рвется, арк уже порвал, должен спасаться инвокер. Пока что не получается, он умирает, Рейн. Хороший фрак, так и говоря. Вячеслав также должен, наверное, откисать здесь. Хотя пока что живет, большой-большой тренд. А есть семечка в три. И в итоге Вивер его не убьет на краполях, уходит буквально. Ну, один в один размен, в пользу для матрешки, конечно же, потому что мидии разобрали. Ну, 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 ну. Ну, да, скорее всего, в данный момент точно в пользу. Хотя бы... Ну, там еще пугна умер, да, так что поровну. Про это мы забыли. Мне интересно, как будет играть Виндар. То есть через что? Ранний какой-то Аганим или, может быть, еще какие-то варианты? Ну, какие-то варианты есть. Ну, да, Аганим нужен, как будто бы нужны какие-то статы, типа, там, не знаю, Макенстайла, может быть, да? Ну, Dragonlance, Аганим Монта, что-нибудь такое. Ну, да, наверное. Тебе нужны какие-то быстрые статы вначале, чтобы ты был каким-то кусочком более плотным. Ну, он, в принципе, так и закупился. Вот, потом ты берешься Аганим, чтобы у тебя было буквально вот две жизни, плюс-минус. И дальше ты берешься какие-то статы, чтобы, ну, как-то реализовывать свои две жизни более-менее. Воя понял, что тут большие проблемы у него, и он будет собирать Мидас. Аргумент, пожалуй. По-простому. Ну, да, но тебе и Блэйд Мэйл тоже классно заходил против Слардара. И хотя бы какой-то разгон артефакта. Он пытается ворваться сюда, да. Но получится ли какое-то еще замедление, пока что улетает Спектра и расходится обе команды. Ну, это был... Нейтенарвал. Пойл. Ну, хотя бы саппорта хочется забрать, наверное, хотя защищает его пока что инглокер. Нейтенарвал. Прячется в шифт, уходит на арбе. Ну, окей. Без жертв этой драки. Да, такая интересная раздача просто урона друг другу. Касательно того, что брать в Спектре, но если ты берешь себе урну, ты, наверное, ну, хочешь как-то подключаться к дракам. Ну, урна это база на Спектре. Да, я согласен. Но при этом, ну, если ты подключаешься к дракам, вероятнее всего, тебя будут как-то пытаться бить. И поэтому, ну, зачем, почему не сделать это действительно Блэйв Мэйл в такой ситуации? Ну, он понимает, что, видимо, без Блэйв Мэйла он вот этот отрыв по XP быстро не... Не компенсирует, да? Ну, может быть. Может быть. Пока что приходит Арк со своей компанией Иллюзий. Вот уже Т1 Тауэр в миде. Для Дингу. Дисконтактный бой. Да, скорее просто разминают ее перед каким-то замесом. Но Арк еще, наверное, половина метаморфоза имеется. Но уже понимает, что тут много народа, собралось лучше выйти и пофармить. Ну, да, и заканчивается метаморфозом. Ну, да, действительно. А у Спирита, по-моему, летит Даггер. Было много голды. Да, и судя по Нетворцу, должен быть уже. Ну, давай посчитаем. ПТ-шка полторы, да? Два брейсера, да еще сколько? Касалик. Все верно. Ну, и теперь можно так же в смоке. Вибьян подходит, дает смок Спириту. И можно идти гангать Спик Тру. Еще больше проблем. Вчетвером выжигает сюда. Рейн будет цеплять на проказ. Так, Спирит будет прыгать с Петломом уже включенным. Ну, без шансов для ВО абсолютно. Вибьян забирает фрак. Да, еще, кстати, Инвокер собирает Арчит. То есть он пока что скипает Мидас. Понимает, что нужно убивать Пака, нужно убивать Спик Тру. Ту же Пугну. Да хотя бы тут на всех, да, Арчит классно? Факт. На Вивера то же самое. Ну, и да. Можно дальше со Слордаром бежать. Найти Нарвала. Если увидят, то этот тоже фраг будет. Николь моментально в ответ, но демиджер тут не очень много. Ну, ничего не сделаешь, да. Ну, хорошо, вы сейчас побьете его. Сейчас откидится просто семечки. Прилетает, во, есть Террорайс в ответ. Пока что Нека стоит отменять его Вибьян. И просто набирает Спектра, что ли? Нет, она уходит на иллюзию. Повезло. Найти Нарвала продолжает драться здесь. Долетает Кортик. Прилетел в Дротик, да. Как будто это даже просто анимация. Ну, и прям сильное давление навязывает Винтербер. Сразу снесли и Мид вышку, и верхняя Тавар уже давно снесен. И, соответственно, пространство у них гораздо больше, чем у Матрешки. Осталось только, получается, низ. Потом по два товара так. Не слишком, да, тяжеловато. Но если они как-то по 21 минуту сыграют, вот это будет хороший вариант. Но это еще не скоро. Ну, я не думаю, что они как-то закончат эту игру так рано. Хотя 5000 преимущества. Тоже согласен, конечно. Еще сейчас купит шар себе тренд. Еще больше проблем будет доставлять для Матрешки, потому что ты бегаешь. Мобильность, да. Да, Спектрут уже ловишь. Пока что она на топе находится. И как раз это самая благоприятная среда для пинта. Нелесеть. Но сегодня-нибудь пятница. А тренд любит среды. Получается так. Четвером собрались здесь. Матрешка будет пытаться Т1 ТВ-рок продавить. Нажмется Глиф в ответ. Но будет и защита. Вибьян приходит, видит Вивера. Ренд говорит, все, спокойно. Пока что Люпсион просто как вард используется. Дает вижен, кто прилетел с того же порталом. Но у меня есть ощущение, что не у каждого варда есть мобспид 522. Ну да, такой эффективный варда. Так что в этом плюс вполне себе. Хотя вот Вячеслав, по-моему, поинтереснее варда. У него инвиз бесконечный. Да. То есть ты можешь входить, палить. Ну вот, как и говорю, летит сейчас наверх. Просто чтоб ловить спектру, находить ее под фардаром. Там есть кусок вижена в лесу. Есть сентри, да. У интербер. Но при этом спектра фармит под своим вардом. И заметит наверняка там, если будет к ней снизу кто-то подходить. А вот если так зайти, а нет. А вот сейчас он не заметит. Еще классный вард, видит спектру. Можно варваться прям под Т2. Но правда рисково. Мне кажется, сейчас нарисовал во на карте то, что вот этот кусок карты у нас, друзья, не фармится. Нужно с этим что-то сделать. Возможно, нужно туда проставить варды, как-то прочекать вражеский вижен. И чтобы кто-то это место занял. Это кто? Кто показал? Ну, вон рисовал на карте. Видишь, в своем лесу там было вот. И мне кажется, что сейчас этим должен заниматься. Приходит вивер. У него нет ни апсов, ни сентри. Говорит, окей, я полезный. Ворует себе седьмой левел. И уходит. Вот так вот. Да, да. Ну, пока что для спектры хороший вариант, что она может так вот качаться. Даже забирает она там не сильно много компов. Но хотя бы с Мидаса ты это чуть-чуть там можешь. Я только что увидел, что она хочет еще и радиатор брать. Ну, а какие еще варианты? Ну, а это не слишком лежатно? Причите Эрблейда как бы еще твой радиатор это чужой радиатор. Да, именно. Я вот только что... Но других милдов нету. Ну, то есть, если ты будешь собирать манту, то ты вообще, наверное, загнешься по фарму. Но ты уже взял себе Мидаса, окей. У тебя есть какое-то подспорье. Плюс-минус. Ты берешь себе манту, ты берешь себе шард. Обязательно в драке, потому что там брейков особо никого нету. И не будет наблюдаться наверняка в ближайшее время. И что дальше? Ну, в принципе... Да нет, тут прикольный радиатор. Ну, нулик, может быть? Ну, не знаю. Ну, ты можешь потом нулик как раз-таки из радианции разобрать. Так что это не сильно большая проблема. Ну, мне не нравится то, что там каждая драка со спектрой в итоге будет превращаться в драку против радиатора для мудрёшки. Это как будто бы не очень здорово. Спирит идет вперед тем временем. С по-бизнес-могоном тут можно цепануть, но... Разминулись немножечко. Ну, не думаю. Мне кажется, других вариантов реально нет. Манта еще сильнее тебя замедлить. Так что тут без шансов практически. За счет аганима, кстати, могут пофайтиться. Есть Dreamcoil. У них в пулдауне руну бы своровать. Да, бежит в свою руну Фико. Спирит цепляет ногу. А она, кстати, поживет, да, с аганимом. Можно дальше цепануть кого-нибудь. Как-то в страхе. Приходит Спектра. Вот она, говорит. Влетает сюда. Еще один свап. Но, кстати говоря, спирит заберут. Да, там же черт, точно. Заберут, да. Надоест. Единственное, что вот фраг Виверда остается. Еще Вибьян, в принципе, умирает. Так что реактивные действия матрёрки дают свои плоды. Это звучит интересно, да. Вот быстрый аганим на винге. Кстати, она и по Нетворству-то обогнала даже инвокера. Ну, потому что инвокер там нерешительный. Не стал себе брать Мидас. Тоже. Опять же. Да, вот он купил себе Орчет, но их фраги замедлились. То есть вот им нужно сейчас бегать вдвоем со Слордаром убивать. Ну, кстати, могут сейчас этим и заняться, потому что есть БКБ у селедки. Ну, нужно, да, как будто бы продолжать свой темп. Иначе зачем это все было вообще? Причина. Да, ну и инвокер просто сильно просядет. То есть нужно реализовать там на Вивере эти фраги. На том же паке. Пак пока что имеет просто Вичблэйд, купит какой-нибудь даггер. Это максимум в ближайшее время. Под Вардом не понимают, что... Видят их все здесь? Да, и все видят. Поэтому есть реактивные ЭТПшки. А сейчас может быть свапнуть инвокера? Инвокер там убежал уже. На 2000 километров. Кстати, Юл. Будет покупать. Ну вот не хватает какого-то артефакта на зацеп. Дополнительный. Потому что и ЭТП могут нажать. В принципе, там... Подцепить иногда полезно будет. Ну, либо какой-то АТОС надо было брать. Либо Юл. Юл в данном случае можно еще и... В итоге цепляет Вячеслава. Верпел по всем, кстати говоря. Метальный ортит по пугне. Пока. Ну, слушай. Неплохо, неплохо. Тренд умирает. Также умирает Винган. У нее есть еще копия. Инвокер, инвокер. Нужно его зафокусить. Получается, сделать у матрешки. Отличное действие от них. И Спирит бегает на своей селедочке. Говорит. Ну, все. Всем пока. Ну, слушай. Кстати, реально неплохой. Пока что реализация этой Винги получается. Зря мы, так скажем, на нее наговаривали. За счет того, что она быстро накачала этот аганим. Супер полезный артефакт. И он выигрывает драки. Ну, при этом, знаешь, претензии к Виверу все еще остаются актуальными, мне кажется. К Виверу? Ну, да. Что тебе он не кажется таким полезным? Ну, да. Ну, он сейчас может собрать Юл, соберет аганим. И я думаю, что как раз-таки его полезности раскроются. Не сказал бы, что он какой-то бесполезный. Его жуки те же неприятные. Ну, да. Избивают там Таггер, там, грубо говоря, Свардар. Кстати, про него он со своими друзьями в Дракшпите давным-давно лишает жизни Рошана. Шан падает, а их существует Арку, конечно же. Фактор, наверное, который мы не учитывали сейчас в последних замесах, то, что Арка-то там, по сути, и не было, да? Как вот фигура, которая с метаморфозой бьет и бьет и бьет. Да, у него 3-0-3 счет. Все прекрасно. Сейчас Скади появятся. Я думаю, они пойдут точно пушить в какую-то сторону. До Скади, кстати говоря, осталось, ну, всего ничего. Рукой подали буквально. Да, он уже ставил иллюзии вниз. Сейчас будет смещаться, наверное, в миду, уже как-то от этого отыгрывать. Но нужны какие-то действия дополнительные. А, или на Терзатели пойдут. Уже снесли ее. Достался Шарк для Бибьяна. Ну да, там Дарк получил аналогичное усиление. Угу. Как тебе Шарк? Пугна, кстати говоря. Это когда он из Варда, да, может? Жаль, он тиммейк. Ну, на Корову пугну прикольно. На Саппорта может быть не так полезно. Принято, зафиксировано. А ты, кстати, получается, высасываешь тоже ХПшки, да? С двух там или трех целей. Ну, то есть тебе это ХП восполняется? Ну, тогда ладно, прикольно может быть и на Саппорте. Ну, как бы не супер, но неплохо. Просто, наверное, момент в том, что на Саппорте хочешь скорее своих подсевливать, союзников. Ну да. Ну ты можешь и восстановить быстро ХПшку. Ну да, тоже вариант. Или прикольно, да, что ты, например, можешь и своим всасывать через этот вард. Можешь? Ну нет, было бы прикольно. Ну да. Тогда в таком контексте окей. Винтербер все еще имеет небольшое преимущество, но теряет его стремительно. Но сейчас они пойдут, дается восстанавливать, скажем, справедливость и забирать вышки. Инвокер все еще хочет собрать Мидас. Понимает, что сильно просел ХП и по голде нужно. Инвокер все прямо как раз тропа под отворцу. Восемь тысяч всего. И 200 нет передачи. Ну, с другой стороны, у него два кора оверфарм. То есть он такой, знаешь, больше как троечка. Да. Ну, раз и такой, чтобы у тебя игрокер был таким вот депорсом. Ну, Мидас ему позволит комбэкнуть, так что это небольшая проблема. Тем более, там, шард какой-то ему выпадет. Потому что у него меньше всего. Тоже такая фигня, тебя знает. Ну, да, с другой стороны. Кстати, ему в теории уже мог выпать шард, потому что интернетатор свой. Да, он был, да. Ну, на феях шард, как ни крути, мне кажется, поярче выглядит. Нет, нет. Ну, хотя ладно, они оба прикольные. Но они оба хорошие, но у феи... Две дополнительные котлеты тебе вот не помешали бы, знаешь, бургер. Ну, да, да. Тройной вопер, так скажем. Такое не нужно, дедушка, такое. Дедушки? Да. Ну, ладно. Кстати, тренд купился гем. Памперехват, тем временем, я смотрю, у Винтерберов. Это все были смокинг, я не имелик, кстати говоря. Так что нужно цеплять здесь. Нетти нарвал, ревелиться, смок. Прыгать моментально. Вот ты хочет. Работает. Работает. Не зря, парень, не зря собирал. Ну, вот и реализация. Тут еще и Вивер бегает. Слардару же это бешится. А есть гем. Есть гем, можно дальше кинать его. Ой, классные торнады. Да юл успел нажать, и получится... Да нет, тваргроу все-таки. Лишь этого возможности спасти здесь. Стайте фраг инвокеру. Да. Но уже Медасик ему летит, так что, в принципе, не так-то плохо. Сейчас еще доберет немного голды с вышек, и вообще прекрасно себя будет ощущать. Минута остается до Егиса, нужно идти в Т3. Мне безумно нравится противостояние Дарк от Арка. Нам еще нужен человек с, например, Д. Д? Ну смотри, у нас есть Арк и Дарк. Да. И нужен Д. Но он должен тогда за команду Арка играть. Ну, чтобы два было больше, чем один, да? Или Поро, собственно. Ну да, чтобы забалансить. Мне кажется, была такая история, когда играли, кажется, в Geekos Pro, наверное. Когда в одной игре были FNG, God, он же G, соответственно, и FN, соответственно. Там было три человека, у которых никнеймы максимально похожи, стоят, ну, из букв одинаково, практически. И вот я думаю, там было очень весело кастить ребятам. Ну, FN и FNG, да, God еще хоть как-то отличается. Но тогда, видишь, сменил никнейм на G, то есть... А, просто G, FNG, G, FN. То есть английской студии было довольно тяжело. Ну да, английской студии, согласен. Ну и Вокер тоже пошел тем временем в качку. Качалку. Хотя он, так знаешь, побил. Нет, эти крипы сильнее, чем я. Да, что-то пока не хочется бить. Ну, вероятнее, фраги будут приятнее найти для него, нежели чем бить крипов до посинения. Ну и плюс лайн отпушивать своими метеоритами, тоже вариант вполне себе. Да, мы не успели реализовать АЕБИС, достали идти в Т3. Ну, как тебе сказать, не успели. Они отжали большой кусок карты, они пофармили, нарастили преимущество. Ну да, я имею в виду, что Арк с ним не умирал, не решили прям пойти в Т3. Ну да, тоже, тоже справедливое замечание. Где-то там нажали. Ну, игра пока что так немножко пассивной становится. Хотя, Дарк бежит, поставил Вижен. Уже видит Тарпилу. Здесь стал тренд. Моментальный фраг по нему, Арк на развороте пытается драться со всеми. Террорайс по двум героям, нужно их убивать, пытаться, по крайней мере. Хоть как-нибудь, Санстрайк, точный. Точный, да, окей, убивает. СБВ бизнесвумен, Винга, в итоге в аганиме за своим побегает и отходит спокойненько. Один в один пока что размен, плюс подивардели Вижен, которые поставили с матрёшки. Ну, 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 ну. Ну, я думал, что матрёшка разжили ситуацию, но в итоге нет. Три фрага для Винтерберр и преимущество уже 7 тысяч. Как будто бы Арк что-то хочет от этой пугны. Ну, он хочет дать ей 5. Да. Хотя можно бизнесвумен сейчас убить. Но нет, не решился туда идти, понимаешь, что может быть Вижен, могут принять. Тело-хранители там могут быть, да? Да. Ну, мне тоже интересно, как умер пак, потому что... Ну, ничто не предвещало беды явно. Там же все контролирующие герои были в другой части карты. Или тренд. Тренд, возможно, остался. А он уже воскрес по тому времени? Потому что он ведь умирал снизу. По-моему, он мог еще не признать. Ну, видимо, да. Не знаю. Ну, видимо, да, мы не было его. Ну, просто в соло, да, убил. Может быть, там последние тычки, видел? Там же слотка встанет. Знаешь, такие загадки, ответы на которые мы не узнаем никогда. Никогда. Невозможно прочекать его, нереально. Нет. Запрет на передейство. То есть, нужно доту запускать. Я к такому не готов. Или пролистнуть стрим. Ну, там, видишь, у нас-то камера была в другой части карты. А, ну, тоже верно. Но, с другой стороны, мы по мини-карте сможем посмотреть. Так что, теоретически, все возможно. Сканы используются силами тьмы. Они понимают, что на злойке есть какие-то враги. Вячеслав и Мизик. Хороший игрок под Раим. Слушай, здорово ведь? Фокус по Винге. Здорово. Винга уже умирает. Правда, у нее есть Аганим. Он пока что еще живет. Там сзади еще. Такая же на плотное. В итоге умирает Саппорт, умирает Винга. Но Винга пока что живет в Аганиме. Недолго это продлится, впрочем. Потому что ее уже убивают. Она пока что станет... Она постоянно своих героев, кстати говоря, под этим станом... Тут поди феечкой. Умирает Вивер также. Жмет пока что Еул. Нажмет ультимейт. Нажмет Ли. Ультимейта уже нету, кстати говоря. Просто убегает на лапки. Все могло быть сильно хуже. Нажать бы в кого-нибудь Сандер, но возможно сейчас может и умереть случайно. Сайленс. А демедж, отдайте ему тычку еще, тычку еще. Арк. Живет, спасается. Да, уже было так критично. Все-таки умереть на ровном месте не хотелось бы. Вивер, Лори там че. Да, больше Вивер доигрался. Жесть. Кто на меня трусы? Или трусы? Правильно выбрать ударение. Спирит. Спирит. Бравится, что кого-то Дарквилла погибает. Моментально возвращается обратно, но не моментально. Просто СТП. Какое-то хаотичное, знаешь, передвижение там случилось. Какой-то замес очень... Я бы не сказал, что все показали максимальный фокус у него, скажем так. Да, согласен. Там еще Спириту бы, конечно, напрыгивать на какую-нибудь пугну, потому что дрался с пугной Террор Блейд. Он, конечно, убил ее, но потратил больше времени. Либо тоже нулифайр. На всякий случай на Террорик убить. Что-то уж прям наверняка. Ну, кто-нибудь наверняка будет делать... Он уже есть. Он как раз есть у Слардара. То есть ему выгоднее самому прыгать. Угу. И фокусить. Кстати, еще и Аганимчик себе скоро появится. Это будет Бесконечная Лужа? Да, да. Кайф. Убийца ФПС. Кстати, интересно, что Инвокер себе тоже Шард поставил. Хотя можно его уже выбить. Можно выбить, да. Инвокер, ты не такой богатый, как ты думаешь. Ну, слушай, сейчас уже, я думаю, побогаче будет Пака. Вот он сейчас догнал его. Сейчас обернул Шаршана. Да, в вышку. Например, Шард. И все. Ну и пару использований Мидаса. Сейчас бы еще сыр продать. Конечно, как раньше. Ну да, да. Но нельзя уже. Это могло быть инвеститься. А что вы делаете с сыром? Напишите в комментариях. Все хорошо. Я делаю суперсыр. Ну, кстати, суперсыр, по-моему, я так и не видел. По-моему, это слишком сложно. Однажды он обязательно появится. Хотя нет, я видел в какой-то игре. Ну, это, наверное, была там одна из всех. То есть какая-то слишком, знаешь, слишком мало дает за то, что ты должен сделать. Ну, как будто бы да. 500 хп вроде бы прикольно. Когда делать уже нечего, почему бы и нет. Ну да, тут какую-то мини-игру поиграть. Смотри, бизнес-уман-то. Занимается инвестициями в дэмэдж фатавы у врага. Т-3. Клифами разменялись. Сектра ли... Сектра. Винга летит. Свап. Пока что пидробей. Должен стан неплохо-неплохо. Сайленс моментально в ответ. Монтажмятся. И Вингой в том числе. Да, не сжимаются. Ну, как-то хаотично опять-таки все. И просто выйдут. Сломав таварок. Да, с иллюзиями тяжело справляться. Может быть и Виверу выйти в какой-то... Ах, не повезло. Не для инвокера, нет. Не достается ему кусок пирога. Лакомого. Я хотел сказать, что Виверу может выйти тоже в какой-то Мельнир. Ну или этот... Глейпнир, да? Угу. Как будто бы это звучит получше. Ну, пока что не до него явно. Аганим, наверное, пополезнее был бы тут. Если у тебя есть плохой герой, ты собираешь ему хорошие предметы и нивелируется, да? У тебя как будто бы все окей. Ну, слушай, если он... Аганим уже у него там должен быть скоро. Хотя по нетворцу все не сильно хорошо. Пока что в смоке находится Винтербер. Такой этот награунд. Сами не отожмется. Аллатрити. ТП от Вингул. Ну, просто подзонят, наверное. Сваб, может быть, подзнайдет сейчас Лизн Суман. Вынужден дождать Глифт еще. Да, конкурировать их героев, союзников. Ну, сломают просто и тают. Да. Ты еще этому Селедучу ничего не сделаешь, потому что эти лужи постоянные. Плюс он сам врывается, сразу наносит... Ой, этот... Коррозив Хейс накидывает. Угу. Ну, знаешь, какая-то база Даррит теперь похожа больше на болото. Да. Из Шерека условного. Даже побоялись в Интербэр, я думал, дальше пойдут, почему бы и нет. Так-то ничего не могут сделать. А Егис еще имеется. Ну, правда, пачку крипов, да, забрали. ДДшечка. Спирит прям перед Террорблейдом забыл. Да, ну, видимо, без Нета все-таки не пойдут. Ну, оно и правильно. Ну, может быть, да, соло-фраг какой-то поймать сейчас. Просто, может, сейчас своего терзателя заберут, чтобы у Инвокера шард появился, например. Мне обидно, да, что Инвокер до сих пор без шарда. Ну, пока что он обгоняет бизнес-фума, это уже показатель неплохой. Вполне себе. Следующая, Майлстоун, так называемая, следующая цель, это Спектру обогнать. Там еще 4000 разницы. 5 даже, если быть точным. Ну, если получит шард, уже будет прям супер близок. Пошел выбивать, по-моему, Террорблейд. Да, и наконец-то получает рейн. Это победа, друзья. Сердце над разумом. Вот он и на четвертой строчке надворца. Вячеслав, кстати, умирает от Спектры. Может быть, дальше пойдут? Комбинация была какая-то героев. И гем. Гем, по-моему, забрали. Потому что попинговали. Да, упак, как раз появился гем. Можно подевардить. Правда, основные варды находятся на нижней части карты. И пока что до туда особо не доберешься. Ну, что же будет, посмотри, какой запакованный. Да, он очень большой. Осталось только, не знаю. Аганимс есть, там, Моншард. Ну, вот он БКБ хочет. И просто Шард. Но БКБ важнее, факт, конечно. Хотя тут БКБ не прям суперпоскет. Ну, пока у тебя не идеальная вот эти вот 6 слотов. Дальше слоты думать пока что не нужно. Аганим можно выбить с Рошана. Да. Хотя можно дать инвокеру. А следующий Рошан ведь будет третьим. Или рефрешер дать инвокеру. Ну, оба варианта хороши, в принципе, да. Согласен. Так, пушил вот линию мид. Нижний и так будет сама пушиться. И как раз хороший вариант, чтобы убить Дарка. Поймаю. Понимаю, что тут видят. А где Свардар-то? Далеко где-то. Поэтому Ивуфар течет сюда. Ползет. Дарка должен его подбивать. Прочим, Безинсмон пока что его подцеливает. Торнадо по двоим есть. Да, он по Стик-трип летает у нас сюда. Рейн набирает уже свой фраг. ТБ, ТБ, ТБ. Нужно свапнуться с кем-нибудь. Он не умрет. Он не умрет. Нужно ему свапнуться. Отличный свап. Здорово. Но при этом падают герои Винтерберр. И только Тираблэд остается один против всех. Со Спиритом на подмоге. Но Метамарфалда сейчас закончится. И... Что это? Есть еще... Заливное? Спирит. Будет ли помогать? Нужно прыгать вперед, потому что Арк... А как так? Ну нет, он кидает его. Все. Непонятно. То есть они прям... Откуда дамедж? Они задавили за этой пугной. То есть Свардар вроде бы все сделал правильно. Там за БКБ ее убил. А в итоге умерла вся команда. Это, видимо, какая-то диспозиция, потому что ничего не нажали. Хотя смотрю... Ну вот дамод, что туда. Спектра. Она взяла себе Аганим и нажала все-таки Хаунд, а не Соло-Ультимейт. То есть мне не показалось. Показала, да, всем. Просто Вижен, да, на саппортов дала. И моментально сделали вот эти вот три фрага. Инвокер, Дарквиллу, Трент. Никто не нажал ультимейты свои. Все. Инвокер особенно. Вот, слушай, вот реально, мы столько хейтили Вингу, а по итогу она реально выигрывает иглы. Импакты есть от нее, я соглашусь. Плюс-минус. Ну, побольше, чем у Дарквиллокера, может быть? Посмотри, у нее 273 урона плюс 74. То есть, ну, 350 урона. Учитывая то, что там еще минус армор есть, да? Учитывая, что минус армор, да, и у нее, в принципе-то, ну, не так много артефактов, именно цельных. Но она довольно плотная, при всем при этом. То есть, она за счет того, что вот эти вот брейсбенды и брейсеры апаются на 25-е, она очень много получает. Смотри, виверские расы. Ты реально жук в броне. При этом у него есть уже два больших лодоса. Вот был бы тут фокус с Unreign как раз самое время. Да, было бы круто. Ну и что теперь делать арку в таком случае? Потому что как будто бы, если твоя команда умирает, ты один сильно не дерешься, да, против спектры против всех остальных. Такие резолюции. Непонятно, может быть, Силвер нужен? Ну, есть, да, по-моему. У арка был Силвер. Да, было такое. Вот он, в нем идет. Тогда не знаю. Ну, все, получается, проиграли. Я думаю, просто нужно с саппортами не умереть, и все будет нормально. При этом ведь нападали сами, да? Ну, видишь, там торнадо, в итоге, оно, мне кажется, больше заруинило, потому что ты... Не смогли демиджи додать. И демиджи додать, и как бы вот это время дали, чтобы другие герои успели подтянуться. И вот за счет этого, мне кажется, и замес пошел не в их сторону. Преимущество почти сравнялось. Его нет. Кстати, Пугна еще и Владимир купила. Как же здорово, то, что это больше нельзя грядануть в Аверейспакт, да? Да. Невероятно. Ну, можно сделать Аверлорд. Да, можно. Ну, кстати, если прям в супер лейте, то почему бы и нет? Ну да, тоже верно, если ты взял слот, перей его прямо до конца. Плюс возможность будет, не знаю, забагдурить, например. Ну вот смотри, в предыдущем замесе Слардар-то не умер. Нужно как-то сделать так, чтобы Слардар был в центре файта, и его больше фокусилер. Чтоб он под этим аганимом стоял, там, отхиливался. Плюс у него БКБшка есть. Ну, за БКБшку не за фокусили там Пугну, но на этом их успехи закончили в замесе. Будто бы. Почему, кстати, один на вот эту дефтелина полетела? Одна. Потому что шар сейчас дает не три дефтелина, а притяжку ЕМП. Да, точно. Извиняюсь. Да, все нормально, Эльсей. Стычка, тем временем. На хайграунде здесь понимают, что здесь и те, и те находятся. Есть Дримфойл, будет ли Дримфойл доставиться. Он прилетает с пикером моментально. Есть хаунт и феврегроу в том числе. Пака пытается фокусить. Он пока спасается, но эти байбэксы моментально Слардара уже стерли. Нужно тоже байбэкаться и лететь сюда. Да, ну камон, камон, камон. Драка здесь уже смертельно важная для вас. Арк погибает. У него байбэка нет. Тогда уже байбэкаться, наверное, нельзя. Ей нужно просто смотреть, как матрешка забирает третьего Рошана. Отличная драка для них. Вау. Да, опять очередной файт. Выигран за счет той же Винги. Она даже не умерла. То есть Винга, Спектра, вот отдает этот хаунд. И все, слишком легко становится. Еще и добирает. После байбэка, обращу ваше внимание, Элисей. А он, кстати, говорит, что там вард. А там просто... Смотритель. Ну да, там написано, у врага обзор. Да, он просто сам нажал. Он сам прошел мимо этого смотрителя и погиб. Летят вниз, чтобы Рошана подать уже... Его нижней квартирке. Для Спектры наверняка будет у нас что. Ну проблемы. Проблемы для Винтербэр. Ну как-то они очень просто отпустили эту игру из-под твоего контроля. Все было за ними максимально. Да, причем мы снесли в сторону. Вроде бы все прекрасно вообще. И в какой-то момент они просто выиграют каждый файт. Непонятно вообще как это происходит. Видимо, Винга слишком сильная. Сейчас еще Аганим можно, кстати, взять. Там уже Виверу, например. Интересно, кому достанется. В итоге берет Спектра себе, по-моему. Но у нее же и так есть. Но она хочет продать свой Аганим такой. Понимаешь, эти керрии, они вот такие вот. Жестокие создания. Мне кажется... Ну хотя Виверу сейчас тоже не особо-то и хочется. Есть Пугна, которая и так хилит. Может Паку? Может быть. По-моему Паку, да, передали? Нет, пока что не видел. Ну пока есть свой. А, он уже тоже имеется. А, да, он наверное продал и купил сейчас рефрешер. На Спектре? Да, продал видимо свой Аганим, купил рефрешер и... Ну да, 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 так оно и происходит. Скушал. Там еще и Скади скоро появится. Ну в общем, теперь уже Медведям нужно придумать какой-то вариант, чтобы выигрывать ту игру. Да. И я пока что не совсем понимаю, а как? Интересно, что... Вот было все так плохо у Спектры, да, она там бегала кое-как с Медасом, хотя бы там в топ-5 там войти после такой сложной линии и тем не менее она сейчас топ-1 по Нетворсу. Причем с глубоким таким отрывом, большим. Да, Инвокер. Опять просел по Нетворсу, ему бы сейчас два Медаса, прям так и хочется нажать, потому что у него по-нибудь куда... Там катапульты едут, нужно нажать. Ну нужно, но если ты... Да, но если ты подойдешь, тебе бизнес-момен как бы свой... Свои сети загонит. Инфобизнес, да, вот это вот? На своих курсах. Так сказать, ребята, вы издеваетесь? Ну пока что медленный пуш на боте. Не хватает у Спектры Башера какого-то, чтобы сбивать какие-то пешки, но тут, по-моему, керри, как раз-таки мы знаем все. Как же падает барак быстро. Посмотрите, сколько у нее урона. Она еще 25-й не получила, там еще будет усиливать ауру. Угу. Ну и вопрос, что делать дальше? Ну и плюс дополнительный слот, даже два можно еще взять. Просто пушит. Еще и нападать на нее падает. Выкрывается. Слава Уэгроус. Хороший стан пока что пытается Вивера за Фокси, но его подкидывает фугно моментально. Слава уже падает. Пака сбрил, что самое главное. Во, он нажимает ультимейт и прыгает туда-сюда. Террайс есть, но только по венге. Рибьян должен погибать в бэклайне. Так и происходит. Байбэк от Трента в те время случается. Спирид дерется уже под своей базой, но как будто бы это вообще безвыходная ситуация для Винтербэра. Если честно, свап от бизнес-вумен. Получает много дэмэджа от Арка, но просто его игнорируют. Пока что его идет вперед. Получается, стан от Фич, который байбэк носит уже Силер Эдж, но дэмэджа не хватает. Очень медленно Арк бьет здесь. Бизнес-вумен дерется тем временем со Спиридом. Он под пубашки дерется со всеми. Во, погибает, но только первая смерть. Умирает также бизнес-вумен, но у нее есть агонимная свокопия. Умирает Слордар. Это конечно должно быть сейчас, по идее, да? Потому что форма заканчивается у Арка, и деваться нечем. Вы просто пушите трон и заканчиваете игру. Как тебе такой вариант? Ну да, так и произойдет. Байбэков-то нету ни у кого больше. Ну или мегасов сделают. Ну, мегасы 100%, либо в трон пойдут уже. Ну, мне кажется, в трон было бы, ну, по-мужски. Арк подходит, дерется с Петрой, нажимает на Силер Эдж, свап пока что стан. Ну, не особо это что-то завершает, да, без меты. Сейчас еще какой-то стан полетит, но нет, линга не в той стороне вообще. Ладно, окей, покупается инвокер. Он может выиграть время какими-нибудь, там, торнадо в этом духе всеми скиллами. А бизнес-вумен, посмотри, как, ну, превосходно играет в зоне просто всех абсолютно. А проблема в том, что сейчас вы начнете фокусить, например, копию венге, она может бэйбэкнуться и опять... С моря с вульсами. Да, ее будет два раза... Надо будет убивать. Так что... Ну, к сожалению, для матрешки они не допушили оставшиеся две стороны, но, к счастью, для Винтерберга это хороший вариант. Бегут Терзателя забрать, хотя бы что-то, как-то подготовиться перед файтом, но даже не собираются этого делать. Ну, а что там осталось? Только у... Сэрэрблейда? Дарквилла выходит в керри, у нее как раз Мидас Аганим. Ну, тоже может быть хорошим подспорьем, я не... Но как будто этого не хватит. Как будто... Поздно, да? Артефактов, если она еще какой-нибудь там Силверейдж успеет, ну, Муншард Силвер, чтобы тоже забивать. Хороший игрок Овергроуз пока, чтобы отхиливать здесь Пугина, сейвит Вингу, моментально убирает после байбека уже, в который раз, по-моему. Тренд... Нет, это уже не после байбека, он уже после байбека умирал, по-моему. И заходит дальше... Не, он, он, по-моему, ужал педаль. Должны уже забирать и третью сторону. Ну что, Винтербер, что придумать в этой ситуации? Может, сможете нас удивить? Мне кажется, они даже согласны с Мегасами играть, хотя будет какой-то врыв, нападение на Бизнесвумен. Ее пытаются за Фоксом, ментально Форс Став Аут, ИМБ перетягивает пока, спережмет станчик по Бизнесвумену, но только как первая жизнь. Опять-таки, Вивер тоже умирает, но, слушай, пока что неплохо. Сва, вперед, Инвокер погибает, вот это уже серьезная потеря для Виттербер. Умирает также Винга. Войвекается и умирает опять, но копия остается все же. Все это время Танча-таки много урона дает. Во, приходит сюда на ультимейте, дает просто даггер, свап под свою спектру. Ну, тогда уже, наверное, не уползет отсюда никуда. Тироблэйд умирает, выкупается, но вас опять сильно мало. Это 3 на 3, с другой стороны. Париотет есть небольшой, плюс, ну, номинально Винга, если ее еще раз убить, она уже не лестница. Да, но не лестница и ваша барак. Что делать? Вас два саппорта и Тироблэйд без формы. Ну, будут пытаться как-то дефать за счет Ливи Нормора, может быть, ворвется все-таки арк в кого-то. Все-таки 3 на 3. Единственный вариант, в пугну, да, врывается, какой-то дэмэдж вносят, но... Сейвит Винга Суман, моментально умирает Вячеслав, и пугна... И вот он тот шаг, да-да-да-да-да-да. И арка приходится отступать на базу, но... Тотальная аннигиляция. ГГВП, закономерная матрешка побеждает на этой карте. Ну, как закономерная? Ну, в смысле... Итог, в смысле, здесь в конце, да. Закономерная ГГ. Ну, не поспорить. Ну, интересно, что вот так вот упустили игру на Линтербер. Я им даже сам... Я тоже не понял, как это произошло. Как будто бы нужно было идти на хайграунд. Причем, знаешь, это не то, чтобы произошло, что Аганим появился, да, резко у Винги, они камбэкнули. То есть Аганим был и до этого. Они просто вот какой-то один файт удачный словили, немножко камбэкнули, и дальше получилось вот так вот. Ну, интересно все равно игра была. Нужно было просто раньше заходить вот этим... Аегисам, которые не реализовали на Террорблэйде, возможно, нужно было просто идти и пушить. И тогда игра пошла абсолютно по другому течению. Возможно. Опять же, ничего не берусь утверждать наверняка. Просто потому, что Дота не знает слабогательное наклонение, как и истории, соответственно. Вот. Ну, все равно. Интересно, как эта игра прошла. Но нам уже об этом расскажут студии аналитики. Продолжаем мы смотреть противостояние коллективов Матрешка и Винтербер. У микрофонов по-прежнему Гровалмон и Елджки. И интересные задумки, мне кажется, Матрешки открываются. Никс Ассасин против Моуэрты выглядит довольно, ну, знаешь, интригующе, мне кажется. У Моуэрты будет тяжелая игра. Есть такое ощущение. Тимберсо, опять же, тоже будет не очень здорово. Интересно, что Никс это на тройку. То есть это не четверка, а именно троечка, причем это прям суперсигна. Прямо супер. Ну, до этого же банили. Первым баном банили. Да, согласен. И, ну, отпустили, как бы дали возможность бизнесвумен поиграть на Никсе, посмотрим, как это будет выглядеть. Показать свои идеи. Мы в предыдущие не верили в Вингу, а Вингат, наверное, и выиграла. Но оказалось ключевым звеном как минимум. Посмотрим. Но мне вот больше нравится тоже у матрешки. Как будто бы, знаешь, одна из проблем еще таких, то, что яйцо ничем ломать абсолютно пиком справа. Ну, и в принципе, да, мы видели, что, например, Брейс Кинг, тот же хорош сейчас в Мете. Тот же Никс, который и против Моуэрты, и это еще и сигнатурка. Ну, как бы, вот мне инвокер, может быть, не сильно нравится. Вот каждый раз, когда он появляется, он почему-то проигрывает. Это единственное, за что могу зацепиться. Либо все-таки Винтер Беер могут засноуболить. То есть тот же Тимбер может линию выиграть, потому что там Брейс Кинг Тренд стоит. Ну, или даже если будет Брейс Кинг Феникс, ну, хотя это еще более-менее. Хоть как-то. Ну, и, например, Брейс Кинг может проиграть линию, дальше Тимбер просто давит, сносит Т1 и перемещается по карте вот этих вот всех Стрэнджей режет. Ну, знаешь, рано или поздно, мне кажется, то, что Тимбер Соу просто идет вперед на сверхагрессии какой-то, получает просто Карапаси, и его фокусят, и все. Ну, тоже, а кому фокусить? Инвокеру с прокастом, например. Ну, или просто, не знаю, оставляете его без маны и, ну, игнорируете затем. Он тебя бегает, пытается распилить рукой. Ну, только ЕМП следать. Ну, да, да. Не знаю, мне кажется, не хватит остановить это. Ну, посмотрим. Мне, если честно, Тимбер в данном случае понравился. Ну, вот, единственное, что Арк уже погибает на первой же минуте даже до выхода крипов, точнее, до того, как крипы сойдутся. И в Рейс Кинг против Тимбера будем смотреть, как они будут стоять в ту линию. Ну, Тимбер должна быть, по идее, более-менее бесплатной линией здесь, правильно я понимаю? Да, да. Никаких проблем не доставит он. Все равно в Рейс Кинге все качаются через скелетов, скелеты тебе уже на третьем уровне ничего не делают. Они наоборот, знаешь, мне кажется, он заряжает тебе пассивку. Так что, может быть, лучше проигнорировать как-нибудь? Либо попробовать, вот, сейчас уже взял в Рейс Кинг себе скелетов, настакать, набрать их и на втором уровне напасть на Тимбера. Это единственный вариант, когда его можно убить до третьего. Потому что потом будет уже тяжело. Согласен. Ну, ну. Интересно еще, что появился Эр Спирит медовый. Давно его не видел, и здесь тоже смотрится неплохо. Единственное, что в концепции драфта хватит ли вам, например, пуш потенциала, лейт потенциала, пудж. Потенциала? Не хватает. Пудж потанцевала. Угу. Ну, при этом, знаешь, должен, мне кажется, выигрывать мидрейн здесь плюс-минус. Да. Ну, вообще, Эр Спирит один из сильнейших мидеров. Любой лайн может стоять. Плюс большинство из них и выигрывает. А с ним, кстати, случилось нападение и умер Скай в итоге. Да, Тимбер живой, но хоть что-то получилось забрать у Грейс Кинга себе. Как я и говорил, скорее всего, настакали скелетов и напали за счет стана. В данном случае решили не Тимбера убивать, а Скаймага. Ну, приемлемая цель, скажем так. Пожалуй. Да, единственным плюсом, что при такой линии, например, Тимбера можно оставить одного рана и Скаймагу стягиваются на мид, стягиваются на топ. Вот, например, как сейчас-то уже Никса, Никса достаточно вызвим. Но хватит ли урона? Да, хватит, хватит, конечно. Так, все равно тяжеловато убивали, но второе, все равно хватает. Арку достается фраг, что довольно важно, мне кажется, сейчас получить ранний буст, что ПТ-молния, чтобы дальше простоять, фармить и не переживать особо за жизнь. Просто начали на расслабоне. Да, конечно в теории умереть, хотя после Вангуарда это невозможно. Mission Impossible, приходит Вибьян, Ну да, я не знаю, что должно произойти, кроме как стяжки какого-то мидера, но и даже инвокера мне кажется не хватит. Ну может быть, не знаю, Жукс с его помощью. Ты про Никса? Ну да. Ну с шестым может быть, да, согласен. Но я имею в виду, как появится Вангуард и у тебя уже вторая пассивка. Как это вообще можно? Как это можно? На линии никак? Да. Ну и на топе Арк, конечно, умер в начале, но он потихонечку все равно выкачивает свои артефакты, уже третий уровень. В принципе, вот так вот все-таки возможно, но пока что Вангуарда нету. Получается, зря хайпили? Ну, без ВГ, да, видимо, хватает еще урона, скелеты слишком сильные. Я что-то думал, что они вообще урона не будут наносить, даже без ВГ. Может, пассивку не взял? В два. Не, он взял. Вангуарда просто нет еще. Ну, тогда да. Ну, интересный момент. Кстати, потихоньку Эрспирит не сказал бы, что выигрывает, но так, у него периодически какая-то доминация больше случается. при этом, за динайных крипов больше сижу инвокера немножечко, так что по экспе волшебник сижу впереди, камни. Да, но фишка камня, когда он будет с шестым бегать по линиям, запирать эрспирит эрспирит И пожалуй, не точно. Мне хочется посмотреть, чтобы наконец-то инвокер победил, потому что пока что сколько раз я видел этих инвокеров, они вот еще играют через квасвекс, и если честно, они становятся обузой по золоту, знаешь, потому что они поздно покупают Мидас, условно. поздно покупают Мидас, и как будто у них урона нет вот в всю игру. То есть им обязательно нужно чуть ли не два саппорта, ну или там два героя, да, чтобы хоть кого-то убить. А с тем же экзортом ты можешь, например, пускать там санстрайки, у тебя 200 урона уже на первом уровне, уже помогать. Нужно попасть, а это задача? Ну, подстаны там реально. Ну, просто единственное, что экзортовый ты такой более пассивный, то есть ты как корт. Ну да, стоишь. Ну, то героин просто делает фрифраг на найти нормальный и не переживает. Потому что на арк идет нападение, не должен спасаться ни коим разом, бизнес-фоман забирает себе фраг. Вообще, самый противный герой этот Микс. Знаешь, ему сделали вот этот один билд через догоны. Бегает, тебе всю игру убивает. Ну, я бы не сказал, что он самый противный герой, если честно. Надоедливый? Ну, бесспорно, да. Слушай, сейчас мне кажется... В сравнении с Тинкером тем же самым условно. Мне кажется, не идет. Да даже Тинкер не такой противный, как Микс. Ну, не скажи. Особенно в паблике. Ну, ладно. Пока что убивает. Драко Завар. Другого Вячеслав. Хотя, хотя, пока Вячеслав-то умрет, сейчас первее. Смотри, хороший, выжигает здесь тусика. И не получается разменяться. Дарк уйдет, что ли? Встал от Микса. Отлично. Ну, здесь пока что есть. Магнетайз. Ну, наверное, не хватит урона. Единственное, что можно убить Феникса и даже на него не хватает. Ты ходит во, пришел, ушел. Здорово. Продляет здесь как есть магнетайза. И он тоже уходит. Не сбивает. Нечего сбить. да. Ну, слушай, вот такие моменты, конечно, немного тельтовые для Витербер. Но из микро позитива, так сказать, Арк все-таки забрал фраг на дереве и получил немножечко золота. А как он с дэдшота, что ли? Он застрелил, да. Ну, оказывается, если ты стреляешь в дерево с пистолетов с револьера, то дерево страдает. Ну. В реальной жизни это, наверное, не сильно похоже на правду. Но ты ведь через какое дерево стреляешь? Не больно, а герою больно. Потому что дерево-герой важнее, чем дерево-дерево. Все говорят, дерево-герой приходит в мид и пытается убить здесь спирита. Не получается. Красиво, да, получилось. Нашел окошко между двумя героями и выкатился. Вячеслав думает над тем, чтобы пойти за вражеской мудрой руной, но... Понимает, что там находится даже два героя. Видел еще Никса стягивающегося. Ну и, кстати, неплохо так подпушили мид. Наполовину просела вышка. Честно, не знаю. Мне кажется, нужно как-то от Тимбера отыгрывать. Потому что он будет большим. Хотя у в Рейс Кинга это все равно в топ. Он даже больше, чем и Тимбер имеет. Он, наверное, просто ушел в лес и искал. Ладно, я пойду качаться там. И не особо это важно. Здесь всю арку подставишь. Неплохих играешь Шарда, я бы сказал. Но пока есть Санрей и Бизнесвумен не может найти угол, чтобы дать стан. Слишком большая пропасть между ними и в итоге погибает просто. Все. Есть магнетайз, но камней мало. Да, выжгет мазу, но мне кажется не получится убить Рейна. Хороший эфир. У него еще и капли есть. На подмогу. Да, Арк, кстати, все Мидас покупает. Интересно, как он будет бороться против этого Аникса. Ай, эх, чуть-чуть. Идея была у Рейна, теперь. А может быть как-то его закинуть, стянуть через Сайленс? Слоу, но как будто бы не хватит. Камней, как минимум. Прыгает Феникс вперед, есть лаза от Трента должен погибать Скайвер от Маг. Причем магнетайз неплохой на развороте. Да, разменяется, скорее всего, Феникс. И станчик. Ну, не хватит дамеджа. Опять вот чуть-чуть уходят, то до этого ушли все степешки, сейчас просто на ноге. Ноль помощи получается. Не хватает какого-то саппорта. Помощника. Ну, один помощник там был, погиб. Вячеслав дерется с бизнес-мун не сильно плодотворно. Ну, Тимбер посильнее разогнался. Видимо, качает еще дополнительный спаун. Хотя, интересно, как у Трэйс Кинг. Он же линию не может качать. Ему приходится как бы лес и скелетами, наверное, в линию выкачивает. В основном. Ну, потому что он в топе по Нетворзу, учитывая, что Тимбер его, наверное, ну, не знаю, выгнал или нет. На Трента он периодически не был. Будто просто подходит, знаешь, фармить линию, когда она подпушивается к таверу, оставляет там скелетов и еще следующую часть пачки забирает таким образом. А сам уходит в лесок и спокойно забирает свое. Интересно, что Тимбер не хочет как-то поагрессивнее это делать. Моится реакция, наверное. Морд ремет ультимейт свой, пытается пронзить завесу. Получается, только три почки. Здесь пофармить. А бизнес-вумен коварный понимает сейчас еще что-то сагрится на него герой, но... Моментальный панч. Слушай, Арк живет. Окей, помогли. Вот это, кстати, знаешь, то, что у него этот герой Сигна, да, то есть он уже может играть в основном в паблике, а в паблике это... Другая игра. это не профессиональная игра. Здесь и сентри могут поставить, и среагировать быстрее. Да, согласен. Токио везет с хостой найти Нарвал, он маневрирует вокруг вражеских героев и цепляет Рейна на коллснэп плюс прокаст, должен погибать здесь. Дух земли. Или... А, почти. Без шансов, нет, торнадо. Перекрывается. Кстати, укатился бы, да. Если бы не торнадо. А тут все спирит борется с этим рискингом, а вообще все равно. Хотя, может быть, хотя бы одну жизнь выбить получится ли? Нет. Но даже если одну получится, что делать со второй непонятно пока что. Ну, хотя бы ты его не пустишь туда. То есть все, он теперь точно не может подходить. Да, у него есть сколько там, две минуты, да, на отдых. Да, то есть он не может так дефить вышку, не может забирать крипов. хотя бы так. Ну и плюс сейчас еще саппорт стягивается. Кто это прилетел? Эрспирит? Эрспирит, наверное, хочет даже какую-то ганку строить. Он даже не саппорт получается. Все верно. Хотя, с другой стороны, вот если у тебя твой мидер прилетает тебе помочь, является ли он твоим саппортом или нет? Нет. Саппорт поддержка. Но... И опора. Но он же тебе как помочь? Он забрать тебе вышку? Ну ладно, аргумент. Скоро появится догон на Никсея. Вот тут-то нужно что-то делать. Прямо очень такой сильный вардинг против Никса решает. Несколько сентрей на топе поставить. Ну, возможно, стычка здесь какая-то планируется, потому что 4 героя здесь есть. Сноубол вперед. Торнадо в ответ. Рейн вкатывается, магнитаз по всем. Хороший перезавейл и духи от Муэрте. Пока что безусловно рискует погибнуть здесь еще. Получает Сайленс также. Два фрага должно быть безответных покажет для Винтербер. Спирит идет дальше. Он снимался к своей команде и распиливает уже инвокера. Нужно просто дать ему дэмэджа. Бласт хороший от интервала, но не спасет его здесь. Торнадо заберет фраг. Арк. Окей. Поставил точку здесь на замесе. Да, еще и Медасик появился. Теперь можно еще быстрее разгоняться. Может быть, знаешь, какой-нибудь фаст линка даже? На Муэрте? Ну да. Зачем? Просто, чтобы тебя Никс не убивал. Ну, ты без фарм артефактов ты не можешь играть. Окей, тебе Мэн Шторм 100% их нужен. Мэн Шторм скорее всего Драгон Лэнс, да. И потом линка, например. Ну или БКБшка. Вместо БКБшки. Ну, зависит от того, как у тебя команда, наверное, занимается вардингом в этом отношении. Ну да, да. Должно смотреть. Теоретически ты можешь успеть среагировать с БКБшкой, если ты видишь Жука-паука рядом с собой. Ну, Никса в технике, конечно же. Ну вот, СПБ бизнесвумен находит для себя попробовать и не бегать за той же Муэртой, а просто накачиваться на сапах там или каких-то других коров. Ну, теоретически для него Скайрад Мак еще довольно лакомый кусочек. Скай Мак, да, Муэрта, но до Муэрты будет тяжеловато добраться. Ну, даже не к Са... Ой, Тимбера можно ловить. То есть вот он всегда будет загуливать и как раз один из неплохих вариантов. Ну, правда, нужна помощь, конечно. Ну, Вячеслав ставит варды. Хороший, кстати, Сентряк. Проверяешь. Ну, знаешь, как раз-таки такой вижен наверняка нужен против Никса. Потому что как только ты не видишь его на линии, ты моментально понимаешь, что, возможно, этот жук вышел на охоту и готов кого-то из твоих героев побеждать. Пока что вот он на линии, конечно, фармит, набирает себе догон, но после догона нужно будет опасаться. Но хочется, чтобы еще пару Сентрей воткнули именно на топе. Ну, что, где качается Муэрта, чтобы он прям наверняка не боялся. Там пока что сломали табурок. Цепляют на эти Нарвала в миде. Есть магнетайз, есть продление штанов, есть под хилл, кстати говоря, на эти Нарвала пока что живет довольно неплохо. То есть он работает здесь по оппонентам. Магнетайз продляться или будет? Нет, пока что не хватит камней. Ну и ладно. Кстати, там еще такой каленый Трент прилетел, можно было его убить за закатку. Но Тавра слишком близко, к сожалению, оказался. Там уже, наверное, не вредно. два в одном. А вот то, о чем мы говорили. Вот я про это говорил. Да, все верно. Коллега? Я же говорил. Ну вот, пару Сантрей явно не хватает. Поэтому и фастлинка не так плохо, что он хотя бы тебя не может догон использовать. Ты в порядке? Ну и будет жертвовать там вторым. А он просто собирается, знаешь, превентивно форсстав сбивает. Ну это ТВ сбивает в любом случае. Хотит спирит умереть, и так и происходит. Здесь, правда, спирит прягивается. Нету, правда, магнетайзер, но за счет тиммейта скаймага забирают, Тринтан. Но, Блэмэл, мне как тоже подсадил немножечко в этом отношении и Гобьян. Доджи про шторнадо, но вот он давать ему встан и крит. Какой же болючий крит от него взлетел только что? Вау. Я бы не хотел быть скаймагом в этой ситуации. Да, и вот этот инвокер, кстати, поймал Вячеслав. Ярошан бежит проверять место смерти курьера, знаешь, такое, на расследовании. Дело расследованное. Это был Тускар. Он, кстати говоря, ушел во вражеский лес. Точнее, ну как вражеский, в ваш лес. Команда Матрешка, там его и ищите. Матрешки попытались, не нашли. Уже он вокера собирается делать медасик, но, по-моему, Весел появился. Весел у него точно был, у него было, по-моему, еще и ПТ-шка сверху, да? Да, да, у него там все неплохо по артефактам. А, нет, ПТ-шки нет. Ну да, в итоге решил просто себе медас сделать с перчатки. Но оно и правильно, знаешь, без этого предмета как будто бы тяжело будет играть. Саленс пока что из, ну, фир от арка спасает, нужно задоджить демадж здесь. Сонстрайк не точный. Забирает хефраг, но отдает арку стрик. И, возможно, арку это в плюс. Ну, учитывая, что это тройка, можно бегать, прокликивать под себя, чтобы успеть выжить. Так называемый. Ну, вообще, если ты прям супер жесткий на Никсе, наверное, ты не дашь возможности это сделать. То есть ты ударяешь и сразу встан, но там невозможно среагировать. Шипер шифт. Даже не то, что в реакции дело, а скорость каста плюс разворота. То есть те же, там, развернуться нужно. Ну, вот, вопрос с разворота, да, наверное, важен. Кимперсоут в тем времене пытаются убедить коллектив. Матрешка все вместе. Команда есть. Лутасорб, но тут пятерни. Четвера. Пока что живет, слушай. Остается яйцо, а можно яйцо расстрелять, может быть? Ну, они не стали рисковать. Просто тянулись на подмогу с моим тиммейтом, спасли его своим появлением и разошлись спокойненько себе по карте. Ну, арк, кстати, зря прилетел по итогу. Теоретически может остаться фармить двойку, потому что тут тебя Никс не догонит, условно говоря. Ну, плюс там, видишь, какие-то стаки все-таки есть. Два инвиза. Тренд коварный. Знает о всех стаках, теперь нужно возможно контестить. Здесь приходит гэнг на скайвер от магов. Здесь пока что луч. Спирит возвращается. Уже найти нервал. Большие проблемы. Вячеслав не успевает дать валрус панч, потому что бессилие. Так не работает, но теперь наконец-то достигает. Есть овергроу и уже умирает муэр, так сказать говоря. Это очень важный фраг. Также падает скайвер от магов. Но спирит живой. Спирит, мне кажется, готов драться со всеми здесь абсолютно. Чтап приходит, дает актим, дает сноу болт. Размен 3 в 2. В принципе, неплохо для Минтерберг. Да, слушай. За небольшим исключением. Если бы арх получил хотя бы фраг, было бы супер. Но, в причем, драка продолжается. Смотри, цепляют в ОО, но его будет убить не так просто, потому что две жизни у него есть. Есть тимбер, можно пробовать. Дальше закатки, дальше как-то ворус панчи. Ну, возможно, понимаете, что сначала Феникса убить, потому что яйца-то у него нет. Получается быстро это сделать. Падает Пускар в процессе, уже резается инвокер, летит на Т-Тауэр. Уже не хочется что-то с этим уже скингер делать. Да, нужно просто успокоиться. Вы, красавчики, вы сделали фраги. Нужно вот закрепить успех, пофармить, мне кажется. Мне кажется, тут даже основным керри будет не Муэрта, а Тимберсон. Ну да, не включено. Потому что не хватит урона на несколько коров. Плюс еще тот же Эрспирит, когда он купит Тараску, какую-то или Актарин, он может бесконечно вкатываться, там кучу урона наносить. То есть я бы не сказал то, что Муэрта прямо сильно выпадет, да? Но при этом... Я думаю, что, да, когда она купит какую-нибудь линку или БКБ, что она там решит. Сейфорд факт, обязательно, чтобы в драках она могла себя позиционировать и наносить урон. Вообще без линки, мне кажется, невозможно. Слишком вот этот Никс надоедливый, в принципе, урон не наносить, а просто нажимать и нажимать его. Подожди, а сейчас он от НТ тоже скейлится? Мне просто казалось, что там от нанесенного урона? От нанесенного урона, но как бы он наносит еще свой урон. То есть там есть мультиплеер, да? Да, свой урон зависит от НТ. Окей. То есть, по сути, все то же самое, только вот процент. С небольшим бонусом. Да, и моноберный нет. Ну вот ищет Муэрту, пытается найти именно в верхних лесах, но она уже перетянулась вниз, да, где она качается? Внизу? А, нет, просто чуть-чуть внизу, да. Чуть-чуть внизу. Ну вот хочется ли какой-то гем ранее взять? На Ир Спирити? Но на Ир Спирити ты все равно не будешь бегать там, Девардить. Да БКБшки, мне кажется, гем Спириту давать нельзя, потому что он любит окраивать агрессивно, и эта агрессия периодически натыкается на... А гем взял тренд? Да, на инвокер. А у трента уже есть гем, да? Это, кстати, очень круто, да. Получается, ваше миссия меняется? Ты по итогу руинишь еще сильнее соперника, и заставляешь 100% брать гем, потому что тебе просто центрии не хватит. Ну, либо как-то более активно сейвить, там, дасты использовать. И БКБшки, Эр Спирита скоро уже появится, и осталось 800, там, 900 голды. Но очень необходимо ему заиметь посох Черного Короля, просто потому что игры реально нет против инвокера. Ты получаешь колдснэп, ты получаешь торнадо, ты получаешь да что угодно. Контроль остальной, там, не знаю, в этом духе. И не может добавить какой-то импакта в драку. В драку максимально быстро выщелкивает здесь. Скажет мага, вот, дерется с Эр Спиритом, пытается он спасти здесь. Ну, все, он летит вперед, промахит с станом Бизнесвумен, но не в ту сторону, конечно летят. Но фраг, как же он распался, бедный Скавратмаг? А мне интересно, а почему они взяли Скаймага? Такой вопрос. Там же был ФП Никс. Знаешь, почему? Это просто наглядная демонстрация поговорки, или открыл этого выражения, если угодно, горе от ума. Ну, и в чем смысл-то? Он горюет. Он умный, он горюет, ну, все просто. Я к тому, что вы же видели А сейчас смысл пика, но я не знаю. Вы же видели Никса заранее. Это загадка природы. Ну да, но за счет этого и приходится страдать. Может быть... Ай. Какая же боль! Бизнесвумен наконец-то показывает свои бизнес-идеи в очередной раз. Вячеслав также, мне кажется, рискует здесь погибнуть, потому что один плохой Санрей по нему, есть Валрус Панч. Яйцо ставится, как-то попробовать его разбить. Нет, без шансов вообще. Кроме того, здесь поставится подстан еще и Спирит, и не спастись ему здесь. Вот никоим разом. Два кора умерло за ничто. Просто так, по счетчику пальцев, потому что Никс существует. Ну не зря они его банили. Мне кажется, супер противный герой. Вот разве Тинкер такой противный? Тинкер хотя бы честно. Тинкер сто процентов. Нет. Мы с тобой потом подеремся за эту идею, но я думаю... Ну Тинкера ты хотя бы видишь. Нет. Тоже не видишь. Ты не видишь его. А он видит тебя, потому что у него есть Шива и ракетки. Может быть, да. Но они примерно на одном уровне, хотя Никс, я считаю... Я согласен на такой компромисс, окей, хорошо. Сойдемся на том, что мы оба правы. Это два плохих героя. Я думаю, это хорошее решение ситуации, знаешь. Проблема... Видишь, Тинкером ты можешь там играть не только через Шиву. Ну, хотя, наверное, может, не только через Шиву, ладно. Но у Никса другого билда не существует. То есть вот какой-нибудь еще билд... Раньше, знаешь, когда Актарин еще собирался по-старому? Ну, как раньше? Не так давно, когда до Реворка Актарина небольшого, ты мог себе делать Vanguard Актарин и потом уже что-то еще. Так, тоже играли на Никсе. Ну, как бы, смысле не... У тебя много регена, ты, в принципе, стоишь по столине. А потом по игре уже добираешься с Актарином. Просто потому, что у тебя есть кстати говоря, про Никса. Его здесь ловят на Сайенс. Арк вмет в ВКБшку, но хватит ли ему выжить урона? Нет, получается Санстрайк и умирает моментально. Вор отбирает со всеми остальными героями. Умирает Тусик, умирает Тинкер. Господи, Тинкер, простите, Господи, за меня за такие выражения. Конечно же, Тимберсоу умирает. Никс в процессе, но это полное вытирание команды из пяти мужчин должно быть. Обязано быть, потому что тычка инвокера летит в конец. А, ну уйдет. Не хватило демиджа, ну ладно. А может Санстрайк? А он уже был, Варка. Ну был, но... Я сейчас уже, знаешь, так подумал, что тронадо долетит. Он готовит, готовит, готовит. Дает Санстрайк. Попадет ли, попадет ли? Эх, было близко, кстати говоря. Ну там тяжело было рассчитать. Ир Спирит, он может... Ты, короче, вот со мной про Тинкеров не говори, а то я начинаю. Протинкеров уже как страшно в сне видеть в игре. Это вообще лишнее. У нас впадает того, сниться. Я тоже надеюсь. Шиво ракетки, шиво ракетки. Лисей. Пощади, пожалуйста. Ну да, небольшая пауза в игре условная. Да. Команда будет фармить, сейчас пытаться расставить вижн, так или иначе. Может быть, терзателя своего заберут, коллектив матрешка, чтобы укрепить свою доминацию. Ну все равно я что-то, если честно, не понимаю. Ну то есть, вот как вы видите фпеникса, и вы набираете как будто всех пятерых героев против них сам. Ну не сильно пятерых, но допустим, Скайрат сильно плохой, да? Допустим, Тимберсоу, ну как-то страдает. Тут Скар, ну не супер вообще, ну как бы, ладно, его там хотя бы взяли на ласпик, якобы против других героев, но все равно он страдает. Муэрта страдает. В прямом эфире страдает буквально. Медальные типы пошли, на плюс мораль. Он понимает то, что как бы, он сам пойдет в размен наверняка, но при этом он не дает игре арку, а арк, мне кажется, это очень важное кусочек головоломки в пазле, ну не матрешки, а Винтербера. Так что, делает все максимально круто. Вот им как будто надо было этому эрту просто на 4 ставить тоже, ну и пускай он убивает эту мою эрту, ладно. И вы берете какого-то вот, того же в рискинга. Понимаешь, что проблема? Не поставишь мою эрту на 4, потому что у вас Скай. Ну вы же сами его там на 4 пик взяли. на 3, по-моему. Ну плюс-минус, там по-моему будет тусик Скай вместе пик. Не? Ну просто странно, вот тусик не страдает, понимаешь, это единственный герой. Ну что с каждым-то. Умирает в очередной раз Вимьян, но как будто бы все полномерно идет к концу, есть такое ощущение. Ну если так будет продолжать, то да. Хотя вот, если честно, Арк же там с БКБшкой уже дрался. Я думал, что они камбэкнут в тот файт. Проблема в том, что весь демэдж он получил до того, как нажал БКБшку, а потом просто получил чистым санстрайком. Ну и плюс все равно в БКБ часть урона проходит. Ну да, да. Опять-таки. Ну и на Рошан заходит, корректик. Матрешка будет получать себе эгиду бессмертия. Пока что только ее. Да, быстрый Рошан. Кому отдать Аегис? Ну, найти Нарвалу, наверное, кому еще. Или может быть потроллить бизнесвум? Знаешь, было бы неплохо отдать Вову, просто чтобы у тебя было три жизни, и он не умирает. Ты даешь бизнесвума на Аегис, он идет, разменивается и не умирает. Акерри умирает. Нейти Нарвал забирает эгиду, но, впрочем, тут саппор немножечко подстрялен. Бизнесвум погибает. Через ОВЛ, Вячеслав выйдет ли, и спасется Липа. Кажется, Сандра его хоронит немножечко арки, выходит из драки, Рейн, Рейн, спасается тоже. Хорошо. Ну, сделали пиков, немножечко денежек подзаработали, так что... Да, ну, какие-то плюсы из ситуации все-таки извлекают. Видишь, гем появился на Эрспириде после БКБшки как раз таки, и, возможно, теперь, ну, а, не будет вольностей у Никса, он не сможет ходить так вот по всей карте свободно-привольно. Гем на комп есть? С другой стороны, как будто бы сейчас этот период уже закончен, и матрешка просто может идти одним большим единым кулаком и пушить сайды. Ну, сайды, это линии и так далее. Так что... Мне интересно, что Моэрта будет собирать. То есть, вот БКБ она купила, уже не страдает, пока что не поставил, да? Мне кажется, ситуация, знаешь, нужно взять себе шар пораньше, есть такое ощущение, просто что-то настакивал его, и у тебя было больше отхила потенциально, потому что если у тебя пробили и ты не успел как бы нажать сразу БКБшку и начинаешь файт с пол-хп, то теоретически ты можешь отхилиться в ультимейте за ультимейт до фуллов. Плюс-минус. Как будто вот сейчас нужно взять линку, что ли, и, например, дальше грейдить свой артефакт, то есть там мельнир сделать, бик, и что-то такое. Это, кстати говоря, был самый тамковый персонаж коллектива линку. Там уже под санстрайк он может пробить примерно там две с половиной или даже три тысячи урона. Вот как только он купит этериал, у него, по-моему, реально он три тысячи урона сносит. Ну, с санстрайком. Ну, пока что не собирается. Пока что хочется делать блинк и юл. Что, в принципе, тоже неплохо. Да, ему до сих пор хватает. Он, наверное, любого убьет. Мы видели, тимбер погиб. Но тимбер, ты знаешь, такой эталон качества. Если ты пробиваешь тимбера, ты всех остальных наверняка победишь. Ну, пока что дефают Винтербер, но боятся выйти. Ну, а куда тут выходить? Ну, давай, будем честны. Ты выходишь на полсантиметра за свою базу и если с тобой нет вертспирита, ты получаешь моментально от Никса. Бонус, спасибо. Тут еще и несколько инвизоров, да, то есть не только Никс, но еще и тренд есть, который тебя палит. И инвокер, счастье. Инвокер тоже. А в это время качается в рискинг. Ему никто не мешает, никто рядом не бегает. Никогда тебя не убьют, а даже если выйдут, у тебя есть перерождение. И все. Все прекрасно у него, жизнь вообще. Муншард себя будет брать. Так, кстати, интересно. Опять, опять, посмотри, ну пока что выживает себе лотус и выживает этот раз, спасается. Повезло. Но сколько у него хп? Наверное, да, 3000 хотел сказать. Осталось около 500, Да, то есть не хватило еще одного второго. Мне кажется, что там санстрайк залетел после скилла. А, ты думаешь, не пропал санстрайк? Ну да, короче, я из этого до возможности. Пока что падает Т3 Тауэр, ну так как защищаться коллективу Винтерберр. На эти нормалы раскидывает врага свой. Причем не сильно эффективно, я бы сказал. Ну и опять делают шаг назад матрешка, вставляя СБП бизнесвумен на фланге. Ждет он свою вендету. Да, кстати, Даггер, наверное, получше сейчас смотрится, потому что тебе и так хватает урона. Тебе просто надо ворваться там за спины и этот урон внести. Пингуют, понимают, где находятся враги, Виллица, Вячеслав, прыгает вперед на Никса, можно его зафоксить быстро, получится ли? Да, получается. Окей, неплохо, неплохо. А может быть Феникса до яйца еще получится? Ну, не факт. Пока что он на Сайленсе и в Юли летает. Умирает уже Тускар, ставится яйцо, нужно попробовать его все вместе схватиться, но там торнадо неплохое. Падает Феникс, падает также Тренд. Ну, слушай, драка хорошая, но умерла Муэрта в процессе, также падает Скайвер от Маг и Коров уже довольно мало. Хотя главные остаются. И там столько жизни, да. Ну, в общем, не должен отсюда спасаться Эр Спирит, а вот просто Спирит должен. Ходи на ноге, брат, все хорошо. Бегом, бегом, пешком, пешком. Разворачивается, режет инвокеры, но это только эгиды бессмертия. У Во есть еще одна своя жизнь. Просто потому, что димей так работает. Санстрайк, точный, хороший, но демэджа пока что немножечко не хватает. Торнадо, получается ли? Торнадо нет, но зато крит по голове хоронит здесь еще и Тимберсо. Тимберсо. Полное вытирание команды из пяти мужчин. Ну да, заигрался. Все-таки там был аегис. Я думаю, это того не стоило. Все равно он был. Он же быстро кончался. Такой микролак аж происходит после этого. Или даже макро. Непонятно. Но будем разбираться в процессе. Должны забирать, наверное, одну сторону. Пока что, блядь, ресется арк. Ставит духов своих, но не давал. Уже нету, нету аегиса. Уже неплохо вкатился здесь в никса. Можно попробовать его опять зафоксить. Во, идет вперед. Вмется перед Звейл на арке, но он в гост в стене, короче говоря, стоит. Отзонивает пока что шардами Тускар, но Во приходит на ноге, задает ему крит и не выживает здесь. Также арк, он умирает без байбека. Ну, по-моему, сейчас-то уже это все, конечно? Или будут бороться за какие-то надежды еще? Скорее всего, да. Потому что перспективы здесь крайне туманные. Без гема, без сторон, без, не знаю, без тебя. Без тебя. Сейчас еще этот никс будет бегать по базе теперь твоей и убивать тебя. Ну, да они, наверное, даже и три стороны, да, снесут? Не смешает. Пока что прыгает рейндж, мегает магнитазь, два байбека моментальных, от саппортов. Ну, слушай, феникс пока что-то мегает Ю и не получается. Быстро его за фокус летит вперед еще и ставит яйцо. Какое же хорошее яйцо там невозможно его разбить. Он взорвется обязательно, умирает. Эрт Спирит, у него есть байбек, нужно его делать, чтобы драться до конца. Спирит, 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 пока что живет, живет. Сноубол, сейв. Ну, как его спасти? Как его спасти? Непонятно, пока что он должен погибнуть здесь от критов. Умирает, но есть байбек. Слушай, они все байбек, абсолютно, кроме арка, по которой резнулся сам самостоятельно, но они умирают один за одним, как карта шидомик, просто падают. Эрт Спирит также умирает, это уже три полки для СПБ, Бизнесвумен, абсолютный МВП этой встречи, ГГ, ВП. Ну, вот так вот карта заканчивается. Прозаично. Да, арка шлевает самым первым, еще до ГГшки, но это тяжелая игра для Муэрты все-таки была. Я могу сказать вот одно. В доту нужно играть с рукавами, вот так вот. В кофте, в чем-нибудь, потому что ты в любой момент можешь достать оттуда козырь. Вот как раз Никс оказался таким козырем, который абсолютно сделал игру. Но они же даже знали про этого Никса, то есть они его банили в первой игре, и неужели какой-то другой герой может, ну, оказался противней? Может, у них спягались венги и такие. Ну, ладно. Ну, я не знаю, честно, как это объяснить, но в любом случае результат налицо. Матрешка прямо великолепно сыграли эту серию, и теперь у нас есть чуть более лучшее понимание команд в рамках групповой стадии Винлайн-Онсайд до 2 сезона 4, потому что Матрешка сейчас единоличный лидер с тремя, кажется, победами, и догнать их теперь будет довольно сложно. Так что... Да, ну и Винтербер молодцы. В принципе, первую игру они хорошо себя показали, во второй вот просто Никс и переехал, так сказать. Даже не сказать, что закрывашка, правда? Просто потому, что герой первой стадии абсолютно скрыт имба патча получается. Так что я думаю, мы с вами на сегодня будем прощаться потихонечку, уважаемые зрители, а в студии аналитики вам расскажут, насколько хорош был этот Никс и все остальные. Пока-пока.